«Шевроле» возвращается в российский масс-маркет с кроссовером Trailblazer. Напомним, что после радикального сокращения гаммы в 2015 году у марки «Шевроле» в России оставались только дорогие машины американского производства. А Trailblazer — это именно тот корейский «Шевроле», которого нас лишили шесть лет назад. Напомним, что в новом поколении так называют не рамный внедорожник, а компактный кроссовер — одноклассник «Ниссана Кашка» и «Шкода Корок». Модель образца 2019-го года создана с прицелом на Китай, но к нам повезут машины южнокорейского производства. Единственный двигатель — это трёхцилиндровый бензиновый турбомотор. По сравнению с китайской версией его отдачу слегка уменьшили, чтобы вписаться в российские налоговые рамки. Переднеприводные версии оснастят клиноременным вариатором и полузависимой задней балкой. Полноприводные Trailblazer — это муфта в приводе задней оси, девятиступенчатый автомат и аналогичная полузависимая задняя подвеска, но дополненная механизмом УАТА. Кстати, такое решение традиционно применял Opel. Продажи стартуют 15 сентября. На выбор предложены четыре комплектации. Базовая LS с передним приводом, промежуточная LT и строго полноприводная Active ERS. Причём две последние выделяются дизайном. Active украшен внедорожным обвесом и двухцветной окраской кузова, а ERS — спортивным декором и другой решёткой радиатора. Исчезновение мексиканских седанов Volkswagen Jetta с российского рынка мы даже и не заметили. А ведь модель продержалась у нас меньше года. Второго возвращения, видимо, уже не будет, но по ту сторону Атлантики у Jetta плановый рестайлинг. Подправлены бамперы и решётка радиатора. Кстати, они теперь общие у обычной Jetta и заряженной GLI. В салоне главное новшество — это виртуальные приборы вместо стрелочных, которые раньше оставались у базовой комплектации. Теперь всё, только цифра. А за доплату можно получить экранчик не на 8, а на 10 дюймов. В Мексике и прочих странах Латинской Америки по-прежнему продаются Jetta со 150-сильным турбомотором 1.4, а в США и Канаду рестайлинговые Jetta пойдут с более современным двигателем 1.5. Он может работать по циклу Миллера и оснащён турбиной с изменяемой геометрией. Коробки передач в прежние — шестиступенчатая механика и восьмиступенчатый автомат. Все дизайнерские обновки достались и горячей Jetta GLI, которая не просто предлагает семиступенчатый робот вместо автомата. Тут многорычажная подвеска, самоблокирующийся дифференциал и адаптивные амортизаторы. Наконец, обновлённая Jetta получила телематический комплекс Carnet, системы автоторможения и контроля слепых зон.